Приветствую, вы на канале Mijen Lessons. В этом ролике я хотел бы рассказать про селектирование юнитов. Когда я говорю про селектирование, я имею ввиду тот процесс, когда мы указываем юнитов в командах. Наверное каждый из вас, кто уже занимался триггерами, создавал триггеры, знает то, что при создании команд вы указываете каких-либо юнитов. Выбираете их по тегу, по лейеру, состоянию. Так вот, наверное многие из вас даже не задумывались о том, что кроме стандартного селектора бывает селектор еще расширенный. Он дает больше возможностей при выборе юнитов. Об этом и пойдет сегодня речь. Кто знаком со стандартным селектором, можете смело перематывать к середине видео, там будет много интересностей. Поехали. Для начала небольшая вводная для тех, кто только начал изучать редактор. Все игровые юниты имеют свой уникальный номер, mid. По нему мы можем обращаться к ним через команды. Чтобы увидеть mid, нужно нажать комбинацию клавиш Alt-I. Они идут от единицы и по возрастанию. Но когда юнитов много, то становится тяжело вызывать их всех в командах. Поэтому им можно дать тег, метку. Выделив всех, нажимаем клавишу W. Открывается меню. Там есть меню для тегов. Также теги можно открыть справа в меню. Графа tags. Открываем меню тегов. Здесь можем вписать тег, желательно на английском языке, но можно и на русском. Добавляем его и можем тут же его удалить. Добавим тег пехоте. Закрываем. А чтобы увидеть теги, нажимаем в комбинации клавиш Alt-T английское. Теги можно давать танкам, технике, коробке, например, винтовкам. Также можно давать теги разному окружению. Кустам, деревьям, камням. У каждого объекта в игре есть слот-ид. Это уникальный идентификатор. Особенность его в том, что он существует у любого объекта в игре, не только у игровых юнитов. И к тому же через этот слот-ид мы можем привязывать камеру к объекту. Например, для игры от третьего лица. Подсказка выше. А у некоторых объектов в игре нет возможности добавить тег. Тогда к ним можно будет обратиться через слот-ид. Кроме этого, мы можем обратиться к юнитам через селектор с помощью зон. Если мы добавим зону и укажем эту зону в селекторе, то мы выберем всех юнитов, которые находятся в этой зоне. Например, это можно использовать при проверке условия. У каждого юнита в игре есть принадлежность к игроку, плеер. Здесь можем выбрать плеера. А в режиме F1 переключение игроков осуществляется с помощью цифр на одном паде справа. Для демонстрации возможностей селектора я буду использовать команду EntityState. У нее есть графа TagAdd, где мы можем добавлять теги выбранным юнитам. Когда вы открываете селектор, будет селектор стандартный по умолчанию. Мы можем задать здесь миды, юниты, в котором хотим задать какое-либо действие, теги, зоны, в пределах которых нужно выбрать юнитов, игроков, среди которых нужно искать отношения игроков к плееру, тип, человек, авто, там и техника. Техника относится, вся остальная техника, пушки, пулеметы, машины. State. Это состояние. Здесь мы можем отсортировать выбранных юнитов по состоянию. Мертвый, живой, действующий, недействующий, движущийся, недвижущийся, населенный, ненаселенный. Это имеется в виду техника. Есть кто-то в технике или никого нет. По этим шести параметрам можно выбрать юнитов. Граф I-mount отвечает за количество. Если тут стоит 0, то мы выберем всех юнитов, которые подходят под эти параметры. Если мы укажем число, меньшее общее количество юнитов, подходящих под эти параметры, то мы выберем 3 рандомных юнита среди этого списка. Например, 3 или 5. На этом со стандартным селектором все. Его хватает в большинстве случаев. Но иногда требуется больше возможностей, и для этого существует развернутый селектор, расширенный. Выбрав Source Advanced, у нас появляется пустое окошко. Нажав правой кнопкой мыши, у нас появляются 3 функции. Добавить группу, сортировку и количество. Групп можно создавать сразу несколько. Можно их удалять, добавлять. Внутри группы у нас есть 3 параметра. Select, Include и Exclude. Нажав правой кнопкой мыши, появляется список параметров, которые можно добавить для сортировки. В Select мы указываем параметры и создаем одну большую группу из объектов. Потом при помощи Include и Exclude, при помощи определенных параметров, мы сортировываем группу Select. Добавляя параметры Include, мы решаем, каких юнитов оставить из группы Select. А по Exclude мы наоборот исключаем по параметрам всех юнитов из группы Select. В Select мы можем добавить миды, теги, зоны. Зон X. Здесь, если мы укажем зону, то мы выберем все объекты внутри этой зоны, включая объекты, камни, деревья и юниты. Склад – это выбор отделения, то есть выбор юнитов по отделениям. Отделения создаются в графе 3. Вы можете его назвать и добавить туда юнитов. И ID. Как раз таки сюда можно вписать тот слот ID, который существует у любого объекта в игре. Его можно скопировать и вставить сюда, чтобы обратиться к объекту. Inventory Items. Если мы укажем здесь какую-либо емкость, например, коробку Box, то тогда мы выберем все предметы внутри коробки, которые содержат тег. Открываем коробку и выкидываем предмет. Там лежало 3 вещи. И вот смотрите, у нас 2 вещи имела тег первоначально. Аптечка и автомат. И они получили тег-тест. А ремкомплект был без тега и он остался без тега. Если мы здесь в Inventory Items укажем не коробку, а укажем юнита. Например, возьмем пехотинца с мидом восьмым. И укажем здесь уже не тег-бокс, а мид восьмой. В данном случае теги получат все вещи, которые находились снаружи. Например, снаружи у нас был топор в руках, рация. Если оружие за спиной висит, оно тоже получает тег. А с остальными вещами в инвентаре работают то же самое, как и с коробкой. Те вещи, которые были с тегом, получают тег, а те, которые без тега, остаются без тега. С помощью Inventory Items можно получить предметы внутри инвентаря. В группе Select мы можем указывать сразу несколько параметров и создать большую группу. Как раз таки то, чего не позволял стандартный селектор. То есть мы можем указать несколько тегов, несколько мидов, либо выбрать юнитов по нескольким зонам. Перейдем к параметрам Include. Параметры в Include и в Exclude одни и те же. Указав параметры в Include, мы будем отсортировать группу Select по этим параметрам. И будем выбирать только те, которые подходят под эти параметры. Если какой-либо объект подходит под параметры Exclude, то этот объект мы исключаем из Select. У нас есть сортировка по зоне. Таким образом мы сортируем сразу по двум зонам. Сортировать по мидам, по тегам. Можем писать тут тег Rus, а здесь тег пехот. И тогда мы выберем только тех ньютов, которые содержат тег Rus и тег пехота. По плееру, по игроку. Сортировка по отношению. Нейтральный, вражеский и друстный. По отношению к какому-либо игроку. Это свойство отвечает за тип техники. Как Type в стандартном селекторе. Здесь у нас есть 5 типов. Человек, Живое Создание, Машина, Танк и Техника. К Живым Созданиям относятся все живые юниты. У нас в игре есть животные. Например, корова и курица. Если мы укажем зону, в которой они находятся. В типе укажем Живые Создания. Но к Живым Созданиям относятся и люди. Поэтому мы должны в Exclude добавить то же самое. Но указать здесь людей. Мы выберем всех живых юнитов. И выберем отсюда людей. Соответственно выберем только животных. И например можно сделать. Коров поразила какая-то болезнь, Милу. Раскрытые юниты. У каждого юнита в игре есть такой параметр Discover. Который отвечает за скрытие юнита с карты. Если стоит галочка, значит персонаж раскрыт. Если галочку убираем, то персонаж будет скрыт для пользователя. То есть мы его видеть не будем. Если персонаж раскрыт и стоит галочка Discover. Тогда мы выберем всех в зоне, которые раскрыты в данный момент. И видимо. State. Состояние. Это самый использующийся, наверное, параметр. Он содержит в себе много возможностей. Мы можем ассортировать мертвых людей. Действующих. Движущихся. Тех, у кого работает исправно ходовая часть. Находится ли кто-то в технике. Энектив. Неактивных. Соединенных с чем-то. Танк с платформой. Или пушка с машиной. Под контролем пользователя. Эта галочка используется для определения упавших объектов. Это может использоваться для деревьев, либо для столбов. Если мы укажем здесь зону X. Укажем зону. И здесь State Fallen. То мы выберем все объекты, которые упали в радиусе этой зоны. Деревья. Столбы. Почему-то это работает только на то, что высокое. Осмотрено ли какое-то тело. То есть, если ты заглянул в инвентарь другого. То он будет выбран. Discount. То же самое, что и вот эта позиция. Только здесь немного больше возможностей. InSquad. Находится ли юнит в отряде. Командер является ли командиром. Соответственно, мы можем здесь выбирать много позиций. И отсортировать по всем этим позициям. То есть, отсортировать только тех людей, которые подходят под все эти параметры. Также в Include можно добавлять несколько параметров для сортировки. Вы за этом. Хороший параметр для нахождения людей с определенными вещами. Если мы укажем здесь Using, то мы будем искать только тех людей, которые используют выбранную вещь. Если мы выберем винтовку Мосина, то мы выберем всех людей в зоне, которые используют винтовку Мосина. Existence. Это наличие чего-либо. Здесь мы можем указать, например, аптечку, каску. Содержит ли он динамит или спички. Если мы укажем канистру, которую можно заполнять. То мы можем проверять, полная она или пустая с помощью этой галочки. Amount. Проверка количества вещей внутри юнита. Мы можем выбрать патроны, указать минимум 100. И тогда мы выберем только того, у кого больше 100 патронов для винтовки. Если мы укажем то же самое в графе Exclude, то тогда мы выберем всех тех, у кого меньше 100 патронов. Например, мы можем проверить, у кого мало патронов, тому добавить больше патронов. Либо мы можем найти тех, у кого мало патронов, и сбросить в точку рядом с ними парашют с боеприпасами. Broking components и destroyed components. Проверка на компоненты у техники. Сломанные и уничтоженные. Body, корпус, мотор, пушка, башня. Гусеница левая, track left и track right. И еще можно посмотреть колеса. Также можем проверить правое колесо и колесо левое. И соответствующий номер в конце. 1, 2 и 3, где цифры это оси, начиная с переда машины. При помощи этого мы можем проверить, подбито ли колесо грузовика. Moment type, тип движения. Мы можем сортировать по положению юнитов. Они стоят, ползут, сидят или плывут. Antity stuff. Мы можем проверить группу объектов в Reselect на соответствие какому-либо предмету. Например, проверить, есть ли в каком-либо инвентаре именно аптечка. Параметр team отвечает за соответствие какой-либо команде в мультиплеерной игре. Параметр order. Но за что отвечает сам order, я не могу сказать. Я его не использую. Соответственно, в эксклуде те же самые параметры. Далее у нас идет сортировка и количество. Сортировка. Мы можем здесь выбрать случайную сортировку. Сортировку по расстоянию относительно waypoint. И сортировку по расстоянию относительно какого-либо объекта. Shuffle. Здесь все стандартно. Если мы укажем 2, мы выберем 2 случайных юнита из этого количества. Подходящих под параметры. Waypoint. Здесь мы можем указать waypoint. Near означает ближайший. И это означает дальний. Соответственно, мы выберем либо самых дальних от waypoint, либо самых ближних. Entity. Здесь мы можем указать сущность какую-то. Также можем указать тег. Mid. Тут также есть расширенный селектор. И выбрать ближайшего к этой сущности, либо дальнего. Так же как с waypoint. И количество. Мы можем здесь указать вражеского живого игрока. И тогда мы выберем самого ближайшего юнита из этого списка. К player первому. На этом теория про расширенный селектор закончена. Не забывайте переходить на мой канал. Там появляются свежие ролики. В следующем уроке я хотел рассказать про тип current. И про саму команду entity state. Она достаточно маленькая, поэтому урок получится коротенький. Спасибо за то, что ставите лайки и оставляйте комментарии. До скорых встреч. Услышимся.